Однажды в детстве я пошел в поход со своей семьей и потерялся. Я до сих пор помню, как страшно мне было. К счастью, уже через 10 минут меня нашел мой дядя. Этот опыт, видимо, стал причиной моего интереса ко всяким правилам выживания. Сегодня я поделюсь с вами некоторыми из них. Номер 1. Если ваши запястья связаны пластиковым хомутом, покрутите ими и подвигайте вперед-назад. В этом случае стяжка немного ослабеет, и вы сможете ее снять. Также, если у вас связаны руки, сожмите кулаки. Мышцы на руках увеличатся в объеме, и когда вы их расслабите, стяжка будет казаться более свободной. Это поможет вам вытащить руки из пластиковой петли. Не бойтесь, я не буду придумывать, по какой причине на вас могут надеть пластиковый хомут. Номер 2. Если вы оказались в трудной ситуации, а рядом нет никого, кто мог бы оказать вам помощь, легко поддаться панике. В таком случае вам стоит воспользоваться этим психологическим трюком. Для начала представьте, как вы успешно выбираетесь из неприятностей. Затем продумайте шаги по достижению этой цели и выполните их поочередно. Это займет ваши мысли, и вы перестанете паниковать. Например, если вы потерялись в лесу, вы можете разработать такой план. Найти безопасное место, развести костер, построить убежище, найти источник воды и так далее. Ваш мозг будет занят и перестанет представлять катастрофическое развитие ситуации. Номер 3. При обморожении нужно оказать себе помощь как можно быстрее. Вопреки частому заблуждение нельзя лить горячую воду на поврежденный участок кожи. Это только ухудшит ситуацию. Если у вас нет возможности сразу обратиться к врачу, снимите всю влажную одежду и погрузите обмороженное место в теплую воду. Помните, что его больше нельзя подвергать холоду. Если пострадали рука или нога, поднимите их вверх, чтобы уменьшить отек. Если обморожены пальцы, наложите повязку на каждый из них и разместите между ними ватные тампоны, чтобы пальцы не соприкасались. Никогда не растирайте поврежденное место. Номер 4. Вы наверняка знаете, что без воды человек может прожить только три дня. Но если ваш организм перестанет правильно работать, это время может сократиться. Также важна температура воздуха и то, насколько вы активны. Поэтому, если во время похода у вас закончилась вода, нужно прежде всего пополнить ее запасы. Помните, что вода всегда течет под горку. Двигайтесь в этом направлении, чтобы повысить свои шансы найти чистую воду и избежать обезвоживания. Номер 5. Если вы потерялись в лесу и понятия не имеете, в каком направлении двигаться, идите вдоль речки или ручья. В итоге они впадут в реку побольше, которая приведет вас к населенному пункту, где вам окажут помощь. Номер 6. Никогда не отправляйтесь в поход без средств для разведения костра. Зажигалка это, конечно, хорошо. Но что, если вы ее потеряете или она упадет в воду? На всякий случай положите несколько спичек в пластиковый пакет и возьмите с собой. Желательно, чтобы у пакета была застежка. Тогда на спички не попадет влага. Еще один способ сохранить спички сухими – покрыть их головки воском. Сделать это очень легко. Просто обмакните спички в горячий воск и дайте им просохнуть. Так они станут водонепроницаемыми. Когда захотите зажечь спичку, просто соскребите воск с головки. Номер 7. Давайте представим, что вы потерялись, в отчаянии бродите по диким местам и вдруг видите пещеру. Безусловно, это идеальное место для ночлега. Вокруг лежат сухие ветки, а у вас есть спички. Похоже, удача на вашей стороне. Так и будет, если вы не совершите роковую ошибку и не разведете костер внутри пещеры. И основная проблема здесь не в дыме от костра. Дело в том, что из-за жара, исходящего от огня, камни, из которых состоят стены и потолок пещеры, расширяются. В итоге они могут осыпаться, и вы окажетесь в ловушке. Чтобы безопасно согреться, разводите костер снаружи, у самого входа в пещеру. Номер 8. Если вы оказались посреди снегов без питьевой воды, есть снег – не лучший способ восстановить баланс жидкости в организме. На самом деле это, скорее всего, приведет к еще большему обезвоживанию. Как такое возможно? Когда вы кладете снег в рот, ваш организм начинает нагревать его, чтобы он превратился в воду. Для этого вам требуется много энергии, из-за чего вы теряете влагу еще быстрее. Но это не все. Вы можете переохладиться, что еще опаснее, особенно если вы находитесь в одиночестве в условиях дикой природы. Кроме того, в снеге могут содержаться опасные бактерии. Если у вас нет других вариантов, перед тем, как положить снег в рот, растопите его в руках и держитесь подальше от грязного и несвежего снега. Номер 9. Представьте, что вы в воде, а ваши ноги и руки крепко связаны. Да, не повезло. И хотя на первый взгляд кажется, что уже ничего сделать нельзя, на самом деле это не так. Прежде всего, вам нужно подавить панику и инстинкт вынырнуть на поверхность. Задержите дыхание и дайте себе опуститься на дно. Как только вы почувствуете под ногами что-то твердое, оттолкнитесь и всплывайте. Оказавшись на поверхности, подтяните колени к груди и примите позу зародыша. Затем прогните спину и вытолкните себя на поверхность так, чтобы голова поднялась над водой. Сделайте вдох и повторите весь процесс с погружением, отталкиванием и дыханием заново, при этом продвигаясь к берегу. Номер десять. Если вы связаны или лежите в луже грязи или грязной воды, прогните спину. Такая поза позволит воздуху быстрее и легче поступить в ваши легкие. Но в крупном водоеме это может не сработать. В таком случае вам нужно полностью перевернуться и, когда ваша голова будет над поверхностью, сделать глубокий вдох. После этого продолжайте упорно двигаться к берегу. Номер одиннадцать. Если во время похода вы поняли, что потерялись, тут же остановитесь. Возможно, это звучит нелогично, но лучше всего для вас не двигаться. Во-первых, двигаясь вы будете быстрее терять влагу. А во-вторых, чем дальше вы уйдете от места, где вы потерялись, тем труднее будет спасателям вас найти. Лучше всего остаться там, где вы сейчас находитесь и соорудить там временное убежище. Номер двенадцать. Существует миф, что соленую воду можно пить в небольших количествах. Это заблуждение очень опасно. Соленая вода приводит к обезвоживанию намного быстрее, чем если вы совсем не будете пить. Охладите тело соленой водой, но не пейте ее. Номер тринадцать. Собираясь в поход на несколько дней и пакуя вещи, подумайте, что еще может вам понадобиться. Например, лишняя пара носков. Если вы упадете в реку или промокнете под дождем, вы будете рады, что захватили их. Также не помешает взять побольше продуктов. Но выбирайте те, что мало весят. Например, сухофрукты, орехи или вяленую говядину. Поверьте, это может спасти вам жизнь в экстренной ситуации. Только не берите с собой больше, чем вы физически можете унести. Не помешает совершить короткую прогулку с рюкзаком на спине, чтобы понять, хватает ли у вас сил нести такой вес. А я, пожалуй, лучше поеду в крутой отель и буду прохлаждаться у бассейна. Если вы сегодня узнали что-то новое, лайкните это видео и поделитесь им с друзьями. А вот и другие ролики, которые могут вам понравиться. Достаточно перейти по ссылке слева или справа. Присоединяйтесь к Эдми и наслаждайтесь!